Эт на конфессиональную обстановку у Гомельской области характеризуют как спокойную. На территории региона зарегистровано 418 религийных организаций, 16 конфессий на прамках. Самое великое представительство мая Белорусская Православная Церковь, потом идея Рымско-католицкая. Мясцовые влады працуют над тем, как все находились в ровных умовах для житовления своей деятельности. При этом уважливо сочет за тем, как религийные организации не порушали законы. Такие выпадки региструются, как их колькость поменьшилась и ведут активную тлумачальную работу. Сустрокаются с представниками религийных организаций. При тех законодательных актах, которые сегодня действуют на территории Республики Беларусь, если священники имеют гражданство другой страны, то пребывая на территории Республики Беларусь, и они хотят проводить именно религиозную деятельность, то, конечно же, они должны получить специальное согласование аппарата уполномоченных. И у нас были некоторые проблемы в этом плане в Гуменской области, но сегодня я могу со всей ответственностью сказать, что буквально все священнослужители всех конфессий, которые у нас сегодня работают, имеют специальное разрешение. Религийные ци этничные суперечности – причина возникнения большинства в тем лику и военных конфликтов в свете. А тому этому пытанию в нашей стране надается великая увага. Бо в Беларуси проживают представники 141 национальности, дейничая 26 религийных конфессий на прамках. Стабильность, яка истнует сейчас, это выник проведения державы и узваженной политики в этой сфере. И конфликты на глебе национальных ци религийных суперечностей в Беларуси при такой этноконфессиональной строкатости не погрожают. На территории республики проживают люди 141 национальности, тире – граждане Республики Беларусь. То есть все равноправные граждане Республики Беларусь. Вот это, я считаю, основа той политики, которая проводится и которая неуклонно выполняется на всех уровнях власти вплоть до главы государства. Я нигде не слышал, сколько бываю на местах, проводя различные мероприятия, или когда участвую в различных мероприятиях, заседаниях, райисполкома, горосполкома, облсполкома. Я нигде не слышал, и встречаюсь, кстати, с рядовыми прихожанами, чтобы люди жаловались, что им некомфортно у нас в стране из-за такой-то религии, что их религию ущемляют. Или того, что они принадлежат к национальным меньшинствам, что им некомфортно, потому что они люди там какого-то национального меньшинства. Максим Савин, Дмитрий Родянко, Телерадио-компания, Гомель, Стурова.